Всем привет! Это 10-ая сессия с психотерапевтом. Или 11-ая, кажется, 10-ая. Не знаю, в общем... Вообще-то сейчас всего лишь 3 часа дня, сессия только в 7, но мы обсудили сегодня с мамой интересные вещи, и я бы хотела поделиться насчёт них, насчёт... в общем, поговорить про них, и чтобы твоё мнение тоже услышать. Мы сегодня с ней говорили про... как бы... ну, про благодарность людям, то есть про благодарность от людей за добрые поступки. Например, привела пример. Короче, бабушка нашла куртку какого-то парня с паспортом внутри. Вот, она там висела на столбе, типа, неделю, никто за ней не пришёл. Вот, и в итоге меня попросили съездить по прописке, посмотреть, типа, на этого чела. Ну, отдать ему куртку, вдруг он там живёт в этой прописке. В итоге я туда даже 2 раза ездила, потому что там... Ну, я сначала из паспорта была просто предупредить, куда ему прийти, а потом в итоге мы мимо ехали, и мы решили завести эту куртку. И вот какое, ну... И то есть, когда я маме сказала, что чел, типа, ну, не сказал спасибо, он такой, ничего не понял, такой, да, нашли, да, ой, спасибо. Ну, такое, типа, без особого... без особой благодарности, да, то мама как бы... ей... она злится на то, что, типа, что вот он не высказал благодарность. А я вот свою позицию рассматриваю таким образом, что я не считаю... Ну, я делаю, как бы, добрые дела, чтобы загладить совесть свою. То есть, я это не делаю с точки зрения, чтобы быть кому-то нужной и, типа, чтобы мне были благодарны, а я это делаю с точки зрения только, чтобы своё эго потешить для самого же себя. То есть, я не ожидаю из-за этого от людей ничего. То есть, мы, например, с тобой пошли убирать территорию, да, когда? Типа, я её пошёл убирать не с той точки зрения, что... Сейчас я уберу, и весь дом мне скажет спасибо, типа. А правда, потому что я люблю убираться, и я иду убирать её только с этой... как бы, с этого... с этой точки зрения. И вот такое, мне кажется, такое мышление, оно, в принципе, помогает тебе не разочаровываться, потому что ты не строишь никаких надежд и не получаешь никаких в итоге этого. Да? Да. Ну, я согласен. Естественно, если ты делаешь доброе дело только из-за того, что ждёшь какую-то поддержку и в дальнейшем, что человек тебе будет тоже помогать, это уже немножко эгоистично, и типа тут... Нет, здесь речь идёт про то, что если ты делаешь доброе дело, не для того, чтобы тебе, как бы, спасибо сказали, а потому что ты такой молодец, и, типа, и тебе могут сказать спасибо. Не потому что они должны, а потому что они могут. Всё равно, в любом случае, приятно слышать хорошие слова. Типа, да, если ты нашёл телефон на улице, ты думаешь, блин, вернёшь телефон на шоколадку, тебе за это дадут, или тысяча рублей, знаешь, можно так тоже это рассматривать. А чего, может, даже, типа, сказать наоборот, ну и зачем вы его нашли, типа, ну зачем вы его пришли? Это, конечно, обидно, но вот мне нравится, что я выстроила для себя вот такое отношение, что я совершенно ничего не жду от людей. То есть я, ну, вообще не жду от людей ничего. Я делаю, если я что-то делаю, я делаю это только для того, чтобы, как бы, ну, сделать доброе дело и свою же карму повысить для себя же. Я не думаю потом, что мне, там, это вернётся, там, или что-то такое. Я просто вот, я даже, на самом деле, не задумывалась об этом. Типа, мне когда мама сказала, что, а, что, он сказал спасибо? Я даже, ну, типа, не вспомнила. Для тебя было важно просто вернуть, что клёво мне вернули, да? Потому что я же, ну, я чувствую, что я делаю добро в этом мире, и здорово, что я делаю добро, как бы, вот у меня нет никаких надежд. И поэтому я просто, мне кажется, ну, в принципе, разочаровалась в людях. Я не люблю людей, как вот, ну, и поэтому я от них ничего не жду. Я никому не доверяю. То есть я, я просто воспринимаю себя в этом мире, как, как часть его, и, ну, без различных социальных взаимодействий воспринимаю. Как у тебя? Редко делаю хорошие дела. Но так же я не задумываюсь. Нет, ну, вот ты найдёшь чей-то телефон, ты же его вернёшь. Да, да. Ну, ты будешь ждать благодарность? Да. Ты расстроишься, если её не получишь? Не расстроюсь, но я подумаю, эх, ну, ладно. Ну, типа, без радости. Ну, ты забудешь уже, да, об этом ситуации? То есть она не ныряет тебе на сердце глубоким грузом. Ну, есть такая тема, что, типа, все по факту это всё из эгоизма делают, что, ну, мы все действуем в рамках вот нашей выгоды внутренней. Даже если мы и делаем добро, мы делаем добро, чтобы потом человек там нас хорошо думал. Ну, это называется, как бы, использовать людей, как бы, как это называется, манипуляцией. Манипуляция. Да. Ещё я хотела сказать, ой, как ярко. Ну-ка, мы в темноте сидим, тихо. Ещё я хотела сказать про... Хуже стал. Про интересный момент. Вот мне тоже очень интересна мысль. Когда я смотрела сериал «Во все тяжкие», «Брейкин Бэд», там вот был мужик. Самый главный, как его звали? Волтер. Волтер Вайт. И мне ещё очень понравилась такая мысль в том, что он варил мед. Такого можно мы только... Да. Вот. Волтер Вайт, он варил мед, и он всегда очень много бабок рубил. И он это объяснял тем, что он это делает ради семьи. То есть он до последнего, до самого, даже когда там уже... Он всегда говорил, что я делаю это ради семьи. А как по факту? А по факту он просто был не реализован в жизни. Он чувствовал, что он ей как бы унижен жизнью. И он это делал, потому что он чувствовал себя классным. Он чувствовал, что вау, он может. По сути, он делал это, потому что ему это нравилось. Уже он в ней реализовывал всё это. Драйв жизни почувствовал. Это был драйв. Он это делал ни капельки не для семьи. Он это делал для себя. И поэтому... Но сам это только в конце понял, что не для семьи делает. Он сам даже себя обманул. Не спойлерю. Понял, мой разум? Ну, в конце он уже начал, когда ему все от него отвернули. Это старый сериал. Ну да. Ну, просто мне вот эта мысль настолько понравилась, что я теперь всегда, когда люди говорят, что они что-то ради чего-то делаю, я всегда это под сомнение ставлю, потому что по факту ты, мне кажется, всё равно преследуешь свои цели. Ты даже, если ты делаешь что-то для человека, например, там, пытаешься заработать много денег, да, чтобы твоя семья была потом обеспечена и счастлива, ты это делаешь, потому что ты хочешь чувствовать себя реализованным, ты хочешь понимать, что это я заработал деньги. Ну вот я и говорю, что по факту всё от нас идёт. Это есть же такая, ну, не теория, а исследование, что как бы все, все, все медвежит эгоизм, просто разная эгоизм бывает, злой и добрый эгоизм. Есть добрый эгоизм, который направлен на чешет себя, но это плохо не сделать людям. Да, только хорошо. Да. По сути, так, в принципе, и происходит. Это нормально, да. Ну вот так, просто мне очень интересно было узнать, какое у вас мнение на этот счёт, напишите. Да. У меня опять блестит лоб. А у меня какие-то очень красивые. А, ты меня постригла вчера. Спасибо. Наня, если бы я тебя покрасила... Я сижу такой и думаю, вау, какие волосы аккуратные. Это всё потому, что нету вот этих висков, вот этого всего. Вот почему. Если бы я тебя ещё покрасила, было бы очень прекрасно. Покрасим. А вообще сегодня на сессии я думаю обсудить тему, которую тоже сегодня... Короче, мы пришли на работу, и мама моя рассказала, как она, что она думает о некоторых вещах. Сказала, мне не материться. Я и так не матерюсь, вроде. Я тоже вроде не матерюсь, а потом, как послушаешь своё голосовое кому-нибудь, а там сапожник. В общем, а там сапог. Короче. Подожди, не трогай. Я покажу им. Да не надо. Встретите, там котик сидит. Всё, показал. Продолжаем. Рассказывай. Я пока настроил. Ну, рассказывай. Ну, чем ты тут это сделал? Сейчас всё починю. Рассказывай. Об этом я и хотела поговорить. Об этом я и хотела поговорить. Я хотела поговорить о том, что, в общем, моя мама сказала, что интересно было бы поднять тему общения насильственного. То есть, когда ты плохо себя ведёшь в отношениях. То есть, например, я довольно агрессивно реагирую на разные вещи из-за своего плохого настроения. И, в общем, было бы интересно узнать, как эту агрессию как бы сбавлять. То есть, если, например, я выбесилась, вот, чтобы не кричать, да, и безосновочно там повторять одно и то же, например, я, да, не участвую там за рулём. Хотя мама называет это пилить мужиков, но мужики абсолютно так же пилят женщин. И, как бы, здесь нет мужики-женщины, здесь просто человек-человек. И мне просто интересно, правда, узнать, как вообще вот эту агрессию сбавлять на нет. Потому что агрессия – это хорошая эмоция. Это не хорошая, это просто эмоция. Гнев, зло, ненависть. Вот это вот эмоции. И они в любом случае хороши. Они созданы для того, чтобы мы жили. Но общение может быть насильственным, может быть ненасильственным, да? То есть, я думаю, здесь всё упирается на то, что нужно просто говорить конструктивно. Но я, например, при всём моём знании, как нужно конструктивно построить диалог, я никогда не скажу конструктивно. Я начну просто орать и говорить, что... Может, эмоции побеждают? Да, потому что я не могу как бы себя... Как это называется? Стопить, да? Стопить не могу сюда. Ну да, останавливай. Вот, хотел бы узнать, как это можно контролировать, потому что прям гнев, обуздать гнев. Вот, как обуздать гнев. Хочу, наверное, вот сегодня об этом поговорить. Приведи пример с дорогой за рулём. Ну, Даня, в общем, поехал. Даня вечно не знает, ехать ему на жёлтый или не ехать. Да не с этой ситуацией. Ну, даже вот парковка правым бортом. Ну, это понятно. Бывает, что я, например, злюсь на какие-то вещи не потому, что меня бесит, что Даня так делает, а потому что я просто устала и так срываю свою злость. Вот. Это, ну, я думаю, это как бы вот с этим связано. Но так, например, ну, часто бывают вещи, которые... Которых там я не сдерживаюсь и, например, могу 200 раз повторить, потому что мне кажется, что ты не понял. А мне, возможно, нужно, чтобы ты мне просто сказал, что ты понял. Да, конечно. Если я скажу, что ты понял, скажу, я ни хрена ты не понял. Да, потому что я не верю, что ты понял. Мне нужно, чтобы ты извинился, чтобы ты сказал, что я был неправ. Мне, наверное, вот это надо услышать. Мне нужно, чтобы ты была права. А? Ты просто хочешь, чтобы ты была права. Да, если я это услышу, я успокоюсь. А если я скажу, ну, да, ты была права, отстань. Не отпокоишься. Отстань, потому что ты говоришь, а не искренне. Да, ты была права. Это же не искренне. Если ты это скажешь искренне, я отстану. Но я же тоже могу быть раздражен, я не захочу. Ну, поэтому, как бы, хотел... Вопрос отчет, попал. Да, нужно поговорить в общем эту тему, мне тоже интересно, потому что в принципе я очень раздражительна и интересно, что на это скажу. Это не гейнг, там, крысиная движуха. Всё. Так, ну что, уже вечер. Через 15 минут у меня сессия, и я решила всё-таки, наверное, сегодня поговорить о других вещах. Я просто вспомнила ситуацию, которая произошла вчера, и которая была мне очень обидна. И я подумала, что возможно, стоит поговорить про неё. Вообще, у меня три на данный момент ситуации, с которыми я бы хотела разобраться. В общем, вчера я говорила своей подруге об очень важной для меня вещи, вот. О ситуации, которая была для меня, имела большое значение. Я у неё попросила помощь, чтобы она кое-что узнала. И она начала смеяться, обесценивать, говорить, что... Давайте я вам расскажу эту ситуацию. В общем, у меня, я где-то года три или даже четыре, общалась в контакте с анонимным челом. Я не знала, кто это. Я до сих пор не знаю, кто это. Видите, я волнуюсь, потому что для меня это важная тема. Он стал для меня настоящим другом, потому что мы с ним друг друга очень сильно поддерживали. Мы с ним из таких жоп друг друга вытаскивали. Ну, я из него. На самом деле, у меня очень большой, наверное, есть синдром спасателя. Ну, на тот момент был. Сейчас он неактивный. Не такой активный, как раньше. Сейчас я... Я бы даже сейчас сказала, что у меня его нет практически. Но я люблю быть нужной в любом случае. Но в тот момент я была прям супер с синдромом спасателя. Для меня вот это было вообще очень круто. И я... Этого чела... Ну, он такой прям депрессивный был, грустный. И, в общем, страдал всё время. И я всё время его подбадривала. И я чувствовала себя нужной. А он чувствовал, что у него есть друг. Потому что я тоже была для него важной частью. И я всегда мечтала узнать, кто это. Но он никогда не говорил, кто. И вот мы уже с ним год не общались вообще. То есть даже где-то полтора, возможно, прям близко вообще не общались. И... Раньше я пыталась найти его. У меня был его номер телефона. Я не знала, кем его зовут. Я вообще ничего о нём не знала. И сейчас вот я что-то в контактах рылась и решила зайти в контакты и проверить его номер по Сберу. Я уже так делала, но ничего не выдувалось. Сейчас я думаю, ну, блин, уже столько лет прошло, полтора года, может быть, типа, покажут. И в итоге я вбиваю, и там написано его имя, отчество и буква фамилии. Я просто в шоке. У меня наконец-то появляется надежда узнать, кто это. Я даже примерно догадываюсь, кто это. И вот я прошу у подруги помощи, спрашиваю, что, типа, можешь, пожалуйста, узнать, это твой одноклассник. Типа, можешь, пожалуйста, узнать, какое у него там было отчество, если вдруг, типа. Или там, может быть, расскажи мне, типа, какой он был чел. Какой он там, типа, с учителями, какой он, типа, с одноклассниками. И, то есть, я, ну, не просила там для меня что-то искать, я просто просила рассказать. Реально, расскажи просто, какой он был чел, типа. Если вдруг ты знаешь, то скажи. И на что я получила ответ, что, типа, ты чё, типа, он со всеми общался, типа, если он с тобой общался, типа, что это херня? Он со всеми общался. То есть, во-первых, я получаю такое, когда для меня это действительно очень важный человек в жизни был. И, то есть, я получаю... Единственное, что я получаю, что, если даже это он, то он со всеми общался, и это не исключение, типа. Я такая, господи, ну, мне... Это даже... Это так, это нормально, когда люди общаются с другими людьми, но зачем в такой обидной форме это говорить? Потом, типа, я получила в ответ, что давай я ему напишу, ахаха, типа, что за херня? Зачем тебе это вообще надо? Когда я говорю, что, ну, мне это важно, типа, пожалуйста, скажи. Ну, я получила очень много такого вот негатива, прям неприятного. То есть, не просто, как бы, а прям вообще... И она такая еще говорит, типа, я с ним... Я вообще-то с ним не общалась, я откуда могу это знать? Я, например, с челами, с которыми в классе не общалась, они просто сидели в уголке, я все равно могу их описать, как там замкнутые, там, спокойные, там, как они отвечали учителям, типа, ну, вот по таким даже характеристикам, в принципе, можно описать человека. А когда чел говорит, что, типа, я с ним не общалась, откуда я могу знать, типа, ну, просто... Ну, и высмеивает то, что мне это нужно, и смеется и говорит, что давай я ему прям сейчас напишу и спрошу у него напрямую, когда для меня это... Вот эти расследования, они, как бы, действительно очень важны. Короче, я не знаю, мне очень не понравилось вообще, как бы, что... Ну, мои реально важные для меня вещи настолько обесценили и как-то в очень негативной, грубой форме мне ответили. И в итоге я, ну, подумала, что мне, правда, от этого очень обидно. И как бы раньше я просто обиделась, а сейчас я поняла, что мне, ну, не нравится держать обиду. Я написала, что мне это было неприятно, что... И в итоге я получила извинения. Вот. И, в принципе, я этому очень, типа, довольна, что да, но мне неприятно, что, возможно, для человека они ничего не значат, а значат абсолютно так же, типа, пустые слова. И поэтому я... Ой, я не знаю, короче. Мне всё равно неприятно, садок остался. Типа, он извинился, как ни в чём не бывало. Хочет, типа, со мной продолжать общаться. А, ну, меня это всё равно задело. И даже если я, как бы, понимаю, что, да, чел извинился, мне всё равно неприятно, и я не особо хочу с ним общаться. И, в принципе, я не хочу, допустим, да. Что мне в таких ситуациях делать? Я не знаю. Я ненавижу, когда люди отвратительно себя ведут. Просто терпеть не могу. Ну, вот закончилась сессия. Сегодня я плакала. Сегодня у меня столько слёз было. очень сложно, не знаю. Обсуждали сегодня тему с той ситуацией с подругой, которая произошла. И, в общем, говорили про такие моменты, как умение прощать. И, ну, в общем, про умение прощать, да, говорили. Как нужно поступать, если тебе, вот, тебя обидел человек, и ты чувствуешь, что тебе плохо, да? Ну, в первую очередь, это высказывать. Я это высказала. И что я сделала не так? Я тут же, как бы, сказала, что, ну, когда человек начал задавать вопросы, что всё точно ли, всё хорошо, я сказала, что, да, всё нормально, лишь бы мне не пришлось снова вот это всё, как бы, свои чувства вспоминать и понимать, что меня именно обидело. То есть для меня проще сказать, что всё хорошо, чем ещё раз вот это всё, как бы, продумывать. И как по факту? По факту нужно действительно разобраться, хватило ли мне этих извинений. Если мне их не хватило, то, как бы, понять, что мне нужно. И она сказала такую вещь, что, ну, возможно, нужно время. И я понимаю, что действительно, наверное, мне реально нужно время. Я не могу после ссоры, через секунду, просто сказать, да, всё супер, ура, спасибо, что извинилась, пойдём гулять. То есть я так не могу. Мне нужно время, чтобы понять, что я чувствую, чтобы успокоиться. То есть это непросто. И то есть я спросила... А, я говорю, что, наверное, есть грань между извинениями. Есть, когда извинения, они действительно искренние, когда человек, то есть, ну, не оправдывается. Но когда он... Когда я чувствую, что они искренние, когда я чувствую причину этой, как бы, что он правда не хотел так сделать. Но для меня, даже если человек правда не хотел так сделать, но сделал, для меня это всё равно обидно. Для меня это не является компенсацией. Но для меня является компенсацией только если человеку будет больно, или если я сделаю ему больно, либо ему, в принципе, будет больно, либо если этот человек уйдёт из моей жизни просто. Вот три варианта для меня рабочие. И, к сожалению, все эти три варианта — это путь в одиночество. Потому что мир устроен так, что она говорит, что в этом мире люди не идеальны, и в любом случае в этом мире все люди обижают друг друга. И по-другому никак. Нету идеального мира, в котором никто никого не обижает. Но моя проблема в том, что, на мой взгляд, я никогда никого не обижаю. Я очень хорошим человеком себя считаю. Но я признаю, что я могу кого-то обидеть, просто об этом не знаю. Это ещё хуже. Я очень надеюсь, что я никогда никого не обижаю. И для меня не проблема извиниться перед человеком, если я понимаю, что я была неправа. Или если его обидел чел, я могу даже за челу извиниться. Для меня не проблема, лишь бы поддержать человека, ему было лучше. Но очень важно, в общем, понимать, что именно ты для себя хочешь, и озвучивать это человеку. Потому что в таком, если... Ну, в общем, да. И есть ещё вариант просто прекратить общение с человеком. Она говорит, он тоже рабочий, это путь в одиночество, конечно, но это решит проблему. И я вообще давно думаю над этой темой. Действительно, давно хочу прекратить общение с этим человеком. Но мне всё не хватает, как бы, в этом уверенности, что это так действительно нужно. И... Что ещё? Ну... Она сказала, что... Наверное, стоит понять, что когда... Ну, я начну понимать, что я тоже обычный человек, и тогда мне, возможно, будет проще принять и других людей, что они такие же обычные люди. Но я не очень поняла в конце эту фразу, потому что оставалась минута у нас с ней, и не успела уточнить, что это значит. Но вот спрошу в следующий раз. Потом я спросила... Потом я сказала, что подняла такую тему, раз мы уже заговорили об отношениях и о том, что... То есть, когда я сказала, что, возможно, мне нужно завершить дружбу, она сказала, что любые отношения должны завершаться, то есть, ну, с разговором. То есть, поэтому она говорит, что всегда, когда последняя сессия... Ну, что на последнюю сессию очень важно приходить и обсуждать, как бы, к чему привели отношения с психотерапевтом, то есть... Также в жизни она говорит, что очень важно перед там расставанием с человеком, то есть, с другом, с тем же, без разницы, очень важно обсуждать, потому что она говорит, если отношения были, значит, в них было что-то хорошее. То есть, если у меня была дружба с моей подругой, это значит, что в ней было что-то хорошее, раз она была. И важно, как бы, поблагодарить человека за это, прежде чем прощаться с ним. Вот. Такие, в общем, инсайды я узнала. И я все еще не знаю, что мне делать, нужно ли мне время. Я сама для себя не могу пока что это решить. В общем, подумаю. И потом перешли мягко к теме, что я люблю сорваться на людях. То есть, она меня спрашивает, а что чувствуете вы, когда вы обижаете других людей? То есть, раз меня обижает то, что меня обижают, мне интересно, что чувствую, я интересно, что чувствую я, когда я обижаю других людей, принимаю ли я в себе это? И тут я сказала, что я очень сильно люблю обижать других людей, если они сделали мне плохо. То есть, у меня два варианта. То есть, либо я безумно людей люблю, они мои, либо я людей ненавижу, и они не мои, и я хочу, чтобы им было плохо. То есть, у меня вот два таких варианта. И то есть, если, например, чел меня максимально бесит, я буду добивать его, то есть я никогда не буду его жалеть, то есть я буду прям жёсткой. И на этом мы уже обсуждали что-то, потому что я себе не позволяю быть такой, в какие черты меня раздражают в человеке. Но если я хочу закончить отношения с человеком, то есть дружески, то обязательно нужно, в общем, сказать об этом и поискать плюсы. И потом поговорили про то, что я вот, как выражаю ещё злость, что я, например, срываюсь на мужа. То есть, что я, например, меня кто-нибудь выбесил, да, то есть насуетил, как я сказала, и я начинаю злиться и срываться на близких мне людей. И вопрос у меня был к ней, как как бы это предотвратить? Просто конструктивно говорить или как? И она говорит, что важно понимать, из-за чего возникли эти ощущения, что из-за которых ты, например, срываешься. Если они возникли из-за других людей, то нужно обязательно уточнить этот момент и, то есть, попросить, например, выговориться человеку, что я сейчас злюсь, потому что меня насуетили, да. И, то есть, и я хочу, чтобы там, например, ты меня выслушал и вот высказать всю эту злость, и она как бы помог, ну, то есть, не будешь ты таким злым. Это очень всё сложно, там для меня больные все темы, мне как-то очень тяжело на них общаться, прям плохо. Я спросила ещё такой момент, типа, злость — это хорошо, злость — это хорошая эмоция, которая помогает нам выжить, поэтому очень важно просто направлять её в нужное русло. Если, я тут спросила, а что делают вот люди, которые не могут высказать, что им не нравится, например, это начальник, да, например, это там, ну, вот реально, чел работает там, например, на заводе, ему не нравится начальник. Типа, чё ему, вот в школе учитель, чё сделать-то, если ты не можешь ничего сказать? Она говорит, что, я говорю, всегда ли нужно высказывать недовольство? Она говорит, что нет, не во всех случаях нужно говорить о недовольстве, хотя я думала, что во всех. Она говорит, что есть ситуации, в которых ты должен оценить риски и ответственность свою, что и расставить приоритеты, и сделать выбор. То есть, если, например, это работа с высокой зарплатой, и для тебя в приоритете высокая зарплата, и ты готов терпеть начальника, то какие проблемы? То есть, ты просто должен сделать выбор в пользу зарплаты и расставить для себя приоритеты такие. Конечно, важно, вы всё равно говорите о своих чувствах в конструктивной форме. Вот так я узнала, как живётся людям, которые в ситуации стоят, как вот с учителями, где ты должен терпеть и не можешь высказать. Она говорит, что также можно направлять эту злость, которая там накопилась, например, попросить близких людей там выслушать тебя. Ты им расскажешь про ситуацию на работе, злу, и тебе, возможно, легче станет там. Возможно, как-то в физическом плане её выбросить. В общем так, мало очень времени сегодня было. Я бы обсуждала и обсуждала эти все темы, потому что они очень связаны, очень важны. Но я всё ещё не знаю, что мне делать, потому что выбор всегда за мной. То есть, я не знаю, готова ли я продолжать терпеть то, что мне не нравится и злиться. Я не знаю. Готова ли я принимать то, что люди делают мне больно и друг другу больно? Я не знаю. Я не готова это принимать. Но такова жизнь, по-другому никак. В ней все делают друг другу больно, осознанно или неосознанно, но это происходит. Поэтому здесь непонятно. Надо научиться просто с этим жить, потому что это жизнь, и здесь всё так происходит. Я ещё не успел подумать, как отреагировать. Я Дане рассказала, вот что мы сейчас говорили. Даня просто только что пришёл, в магазин ездил. Даня был в магазине, и у него тоже был инсайд, как у Насти, с психотерапевтами, что всё, пора, мы уже люди 21 века, пора попробовать доставку и домой. Даня, говори, что ты думаешь про мысли, которые я озвучила. Я не успел переводить. Давай так, расскажи, что ты чувствуешь, когда я срываюсь на тебя. Я сразу же первым делом подмечаю так. Типа, не объективно. Типа, хуйню. Не материмся. Объективно Настя злится сейчас, типа, по фигне. Ну, даже если произошёл такой случай, не стоит так на меня кричать. Поэтому я сразу же закрываюсь и не слушаю тебя с точки зрения эмоций, эмоциональной. Я не разгоняюсь из-за того, что ты вот это, там, говоришь-говоришь-говоришь что-то плохое, что, типа, да, я вот это понял. Вот. Первым делом я понимаю, что это за ситуация. Если ты переборщил, я закрываюсь, типа, я не пропускаю через себя. Жду, пока ты закончишь, типа. И могу разозлиться и, типа, шипастым стать, промолчать, а потом что-то колкое сказать. Или просто тебя тоже потроллить. Или обычно молчу, потому что знаю, что, типа, подождать надо. У тебя не возникает вот агрессии, которую ты не высказываешь, обида вот этой? Нет, но, опять-таки, из-за того, что ты работаешь с психотерапевтом, я понял, что в каких-то моментах нужно начать границы выставлять. Потому что через, там, пять лет, грубо говоря, если ты вот себе позволяешь вот это, то через пять лет ты ещё будешь больше себе позволять. Потому что ты уже знаешь, что вот тут можно гнать на меня просто так. Я не даю обиду. И теперь я стал, ну, ты, может, заметила, высказывать недовольство. И причём я иногда говорю вот прям той фразой, которую Настя мне сказала. Ну, я работаю по лекалам психотерапевта, что так, я не хочу, чтобы копились обиды, я хочу высказать, типа, слушай. Это правильно, потому что я очень люблю, когда Даня высказывает. Он так редко высказывает что-то, потому что это... Ну, я понимаю, что, допустим, Настя, вот, Настя любит перед сном сказать какую-нибудь дичь из разряда. Ну, Настя злая, что-то произошло, там, мало времени выделяю, и какой-то конфликт. И перед сном, перед самым сном, когда уже пора спать, я тебя не люблю, ты мне неинтересен. Отворачивается, и через 4 минуты уже храпит, спит, до того ничего не бывало. А я не могу уснуть, у меня сердце разрывается, мне плохо, я готов уйти просто. А я шучу, я реально просто так злю его. Я просыпаюсь, всё ещё недовольна, хочу продолжить разговор. А Настя, когда я пошутил, ты что, входит, что ли? И я такой, ну ладно. А потом я понимаю, что нифига не ладно, типа, целая ночь, грубо говоря, испорчена, и с утра посыпаюсь с настроениями от этого. Нельзя, даже если это шутка... А мне реально пофиг, я просто приколую. Даже если это шутка, типа, так нельзя говорить, потому что ты играешься с чувствами, ты больно делаешь. И я говорю, Настя, так, Настя... Ну я понимаю, что я хочу тебе больно делать, специально так делаю, потому что я понимаю, что тебя заденет. Типа, я не по-рофу это делаю. Ой, по-рофу это делаю. Ну я понимаю. Я специально делаю. Если бы мне это задело, я тебе бы сказал, вот с этой ситуацией я тебе утром высказал, сказал Настя, типа, больше так не говорить, потому что это вполне шалажа. И ещё какие-то мелочи, которые раньше... Я же всё равно продолжу так делать. Ну это на твоей совести полностью, и потом будут санкции. Потому что это некрасиво. Да. Так, что ещё ты можешь сказать про меня? Какая неплохая, расскажи. Да неплохая, ты просто такая эмоциональная. Да, они меня любят. Да? Да. Ну я хотела просто показать это. Мы ещё очень часто ссоримся при друзьях, например. Я просто... Потому что... Как это объяснить? Потому что... То, что они рядом, заставляет ещё больше чувствовать, что ты сейчас должен молчать, потому что вот рядом есть люди, которым надо показаться хорошими. И это ещё больше начинает меня бесить, и из этого я ещё больше начинаю кричать. У меня такая хрень есть. Как ты на неё смотришь? Ну это правда. Типа... На самом деле, мы не часто видимся с друзьями, и поэтому, по факту, мы не часто ссоримся при друзьях. Потому что... А, как раз таки, если брать статистику всех встреч с друзьями, это часто. Да, понимаешь, есть такая хрень, что у меня всегда происходит раздражение именно при друзьях. Но самое жёсткое, помню, когда у нас Надя ночевала ночью, помнишь? В Питере. Больше таких жёстких ссор не было. Да. Тогда прям жёстко было. Потому что меня Надя как бы вымесила, да? И я опять-таки ещё больше начинаю злиться на тебя, потому что... Я не понимаю, почему ты это делаешь, потому что это же ненормально с точки зрения даже вот, типа, ну не хочется при друзьях, типа... А мне, понимаешь... А тебе наоборот... Я наоборот ощущаю, что я сейчас должна молчать, и это ощущение злости заставляет меня ещё и больше злиться. Ну это странно, я наоборот думаю, типа, блин, господи, зачем, Настя, вот, опять при друзьях, типа... Понимаешь, а прикол в том, что они реально будут думать, что вот, ну, сложат такую картинку, да. Они будут ходить, это обсуждать. Это, ну, типа, это естественно. А меня это ещё больше злит, и я ещё больше напитываюсь этой злобой, и хочу ещё больше злиться. Ну, на самом деле, самые большие ссоры, это было вот тогда ночью, и когда на машине ехали на дачу к Ярику. Больше не было сильных ссоров в друзьях. Куда мы ехали на машине к дачу к Ярику? Ну, я сказал, давай поедем, я не ту дорогу выбрал. А. И ты такая тоже что-то гнала. На Дерриалина, что ли? Когда она испачкала, да. Вот тогда в машине. Вообще не помню. Когда ты в машине кричала прям. Вот две единственные ссоры, а так-то они мелкие, типа. Ну, это проблема. Это проблема, потому что здесь куча людей подвязана, и я лично не хотел бы, чтобы у людей формировалось тупое неправильное восприятие, что ты истеричка. Это же тебе хуже. А я поэтому не понимаю, почему ты хочешь там продолжать конфликт, когда он назрел при друзьях. Мелочь какая-то. Ну, ты же понимаешь, что это не так, да? Скажи всем. Что именно, что не так? Ну, что я не истеричка. Я обычный человек, который просто при друзьях почему-то срывается, потому что они меня раздражают. Нет, я-то понимаю. И я говорю, что мне не нравится, что сформируется это мнение, которое неправильно, что ты истеричка. Нет, скажи, что я не срываюсь на тебя так в жизни. Нет ничего более тупого, когда скажи. Я тебя прошу, скажи, почему ты не говори. Мы с тобой ссоримся очень редко. И самые яркие ссоры были, наверное, в краске при друзьях, поэтому так и могут думать. По факту мы наоборот. Мы вообще нифига не ссоримся практически. У нас не бывает друг на друга обид, что мы прям обиделись. Мы просто друг на друга... Я кричу на Даню. Даня немножко злится, мне высказывает. Мы приходим такие, все, хорошо. У нас ни разу не было, чтобы мы друг на друга там обиделись, чтобы мы не разговаривали. Максим 15 минут. Да, наверное. Ну, типа, какой-то такой реально нету невысказанной злости. Мы просто... То есть, я кричу на Даню. Он злится на это. Потом я оставаю там, прошу прощения. Или потом я просто оставаю. Да, блин, это нормально ссориться даже. Блин, конфликты между людьми и близкими. Это вообще все всегда конфликтует, а у нас их нет. Только вот... Только при друзьях. При друзья. Потому что друзья являются для меня очень большими триггерами на это. Я уже час сижу после сессии. Я вообще не могу. Мне так больно. Ну, я не могу в такое не видеть. Больно. Причем так все в сумме, я не могу. Все так вместе. И грусть перед тем, что я перестала общаться с некоторыми людьми. И не объяснила им почему. И они, наверное... Ну, некрасиво я сделала, короче. И хочется им написать и сказать, почему я так сделала. Почему я так... Ну, реально перестала общаться, да, внезапно. И там переменила отношения. У меня просто такое ощущение, что я не умею красиво уходить. Я всегда ухожу либо со скандалом, либо с игнорированием тотальным. Ты думаешь, другие люди по-другому делают? Да. Все в основном так делают? Нет. У меня просто есть еще одна ситуация с одногруппником Лёней. Это был мой друг тоже. Мы с ним вместе дружили с первого по второй курс. Ну, конечно, там была и другая немножко ситуация с тем, что меня бесило, что я делала за него все работы. Типа, а он выставляет людей, которые, типа, делают за всех работы тупыми. И я думала, что нахер тогда я, блин, помогаю, если он такой умный, можно взять, типа, и спиздить с умных людей. Ну, как объяснить? Ну, короче, типа, я ему помогала, а он, типа, прикалывался над людьми, у которых можно взять инфу, хотя, ну, типа, которые помогают. Он такой, ха-ха, мне помогают, типа. Ну, он не про меня так говорил, а просто про все. Ну, он говорил, что, лол, зачем учить, если я ничего не сделал, а вот у меня такая же оценка, лол. Ну, да, а я учила, и у него, типа, из-за меня такая оценка. Но, и как бы тоже я не могла сказать, что мне обидно, и вот просто пришлось прекратить общение. Я сейчас понимаю, что так не надо было, конечно, делать. И в итоге мне тоже ностальгически грустно, что такая классная была дружба, и что, ну, вот, так вышло. Капец просто. Такие, ну, хорошие вещи есть, но плохие тоже есть. Ну, короче, блин, стой. А ты знаешь, я перестала общаться, потому что, вот, я тоже ощущала очень большой негатив, вот, как будто человек знает больше, чем, ну, за меня лучше, чем я. Вот это советы, просто вот это какая-то пассивная агрессия, вот что-то такое, в общем, всё это как-то в сумме. Плюс у меня, блин, такая херня, что я, ну, я не могу дружить с людьми, с которыми у меня очень разные взгляды на жизнь. Типа мне тяжело принимать их позицию. Из-за этого я сейчас боюсь, что придётся, как бы, расстаться с ещё одним близким мне другом, который, которая была мне очень близким другом, но вот, ну, сказать, ситуация вот с парнем такая. Я не знаю, что делать. Просто ужас. Плюс очень тяжело, потому что дружба — это такие же отношения, как и отношения. Жесть. Реально. Это такие же люди. И надо тоже как-то, в общем, делать. Непонятно как. Ну, я не знаю, в общем. Я просто очень люблю, вот, людей. Всё-таки спасатель получается. Я люблю людей, которые мне близки настолько сильно, что мне очень больно с ними расставаться. Я подумала, и, наверное, я просто очень сильно скучаю по Алисе, мне кажется. И, возможно, я просто с того момента, ну, всегда чувствую себя одиноко и больше никогда не, ну, как это, никому не привязывалась. Потому что у меня больше не было такой дружбы, вот, как она была с Алисой. Она сейчас есть у меня с девчонками. Но тогда это прям была такая, ну, блин, вообще пиздец просто. Было классно очень. И мне очень грустно, что... Ну, вот это просто было в одиннадцатом классе, а потом сразу началась вся универа. Я в универе так и не нашла себе друзей. И я все четыре года чувствовала себя просто дико одиноко, потому что... Мы и одногруппницы сидели всегда вместе, как бы, ну, рядом. Я, ну, не вдвоем дружили, а я всегда была третьей лишней. И, ну, я никогда не лезла в их дружбу. То есть я всегда, как бы, была как просто такой независимой. Ну, вот, постой. Ну, сначала я с Леней дружила, потом перестала дружить с Леней, и я чувствовала всегда себя очень одиноко после этого, потому что у меня не было одного друга, с которым я была бы вместе, как в школе, когда ты вот сидишь за партой, и вы вместе, кореша. Ну, Вузе вообще по-другому. Даже, ну, типа, у меня. У тебя не было проблем. Просто ты не чувствовала себя одиноко в Вузе? Из-за тебя нет. Ну, мы были у друга. Мы здания всегда были друг у друга. Только это помогало. Не чувствовать себя одинокими. Но все равно проскальзывает очень часто то, что... Просто, представляешь, я же всегда говорила, что я хотела себе друга. Угу. Весь в универ. Ну, что, да, что не получается дружить. Потому что в универе никогда не получалось дружить. Я всегда пыталась найти себе друга там, у меня никогда не получалось. И очень грустно это. В общем, чувство одиночества, оно очень ярко. И, возможно, я понимала эту тему с психотерапевтом, когда у меня был день рождения. Угу. И я понимаю, что просто после того дня рождения у меня не было хорошего дня рождения. Это был последний, даже, вот в одиннадцатом классе с моими друзьями. Больше не было. Все остальные были не такими. Потому что больше не было моих друзей. Есть же друзья, с которыми ты давно... Да. Вот. Ну, они вечно заняты, и я не хочу их отвлекать. Ну, может, это не гораздо чаще видится, и ты просто через себя думаешь, что... Ага, Ира, которая урабатывает сутки через сутки и учится в меди. Да. Здрасте. Хорошо. Хорошо. Ага. Продолжение следует...